Приготовьтесь, через пять метров поверните направо. Вы прибыли в место назначения. Ну и что за дыра? Как-то не похоже на школу. Навигатор, ты что творишь? Веди меня в школу! Звучит вокзал. Да капец, где эта школа? Вы прибыли в место назначения. Да вижу я, что прибыла. Кто вообще придумал эти правила? Учиться на каникулах, когда все отдыхают. Вы прибыли в место назначения. И что? Ты хочешь сказать, что это школа? Хорошо. Закрыто. Мне все это надоело. Звоню Маше. Привет. Ты уже в школе? Вот как раз поэтому я тебе и звоню. Пожалуйста, скажи, что все отменилось. И у нас, как у нормальных людей, будут каникулы. Если бы. Я, походу, заблудилась. Меня навигатор в какое-то непонятное место завел. А я тебе чем могу помочь? Я тут подумала, давай я просто буду идти на твой голос и так найду школу. Будешь идти по моему голосу? Лучше бы я ее чипировала. Что? Да нет, ничего. Говорю, может адрес еще раз проверишь? Да нет. Вроде бы все правильно ввела. Вот блин, я номера перепутала. Ну вот видишь, прокладывай маршрут и встретимся уже на месте. Мне оказывается вообще в другую сторону. Можно войти? Можно войти? Ого! Вот это класс! Просто класс! Я вообще туда попал. Туда, Никит. Туда. Добро пожаловать в новую школу. О, привет, Сань. А я тебя даже не заметил. Привет, Никит. Я уже испугался, что никто не придет. Да я бы не пришел, честно говоря. У меня больше мама на машине. Принезла прям под школу. Да, понимаю. А девочки тоже тут будут учиться? Очень надеюсь, что нет. В смысле? Вы же вроде нормально общаетесь. Сань, ты что, забыл? Маша чипировалась. Чипировалась? Ты вообще о чем? Это ты о чем? Как ты меня вообще по телефону слушаешь? По какому еще телефону? Санек, тебе бы к доктору сходить. А то, как ребята, провал их памяти. Напоминаю, Маша чипировалась. И теперь хочет чипировать всех вокруг себя. Ты сих пор не понимаешь, каким образом заступить и ввести информальный адрес. Бывает. Что-то важное? А, ты нет, это мама. Слушай, Ань, ты иди в класс, а я подойду чуть-чуть попозже. Без проблем. Встретимся в классе. Да, Федор Николаевич. Семестровые темы перенесем на неделю раньше. Не верю своим глазам. Я понимаю, но каникулы как раз для этого и сделаны. Хорошо. Ну, значит, приступим к работе. Ну, а я вас буду держать в курсе. Здравствуйте, Виталия Георгиевна. Я вас так рада видеть. Да. Здравствуй, Маша. Знала, что тебя здесь увижу. Видела документы о переводе тебя в эту школу. Так вы еще и помните, как меня зовут. Ой, да. Ваш класс очень трудно забыть. Так здорово видеть в новой школе знакомое лицо. Кстати, об этом. То, что мы знакомы, это не значит, что ты будешь пользоваться здесь какими-то поблажками. В этой школе я для всех учеников Наталья Георгиевна. Да, я поняла. Хорошо. И не надо меня обнимать. Не надо. Да, она не меняется. Ань, ты что, нас уговоришь? Да, я с чипированной не общаюсь. Что за бред? Я все знаю. Не хочу с вами разговаривать. Ну, а я тут при чем вообще? Ты с Никитой дружишь? Ну, да. И что с этого? Ну, вот. Значит, ты тоже чипированный. Ну, если мы чипированные, где же наши чипы? Ну, а я откуда знаю? Может, это какие-то новые чипы? Невидимые. Да в чем тут логика? Мы не чипированные. А вот Маша – да. Все, не хочу слушать ваш бред. Займитесь своими делами, а меня не трогайте. Ань, ну ты чего? Убери от меня свои руки. Да что с тобой происходит? Я попросила, не трогай меня. Ух ты. Оригинальненько. Ань, ты не поверишь. О, и вы здесь. Не обращай на них внимания. Давай, рассказывай, что у тебя там? Я только что встретила в коридоре. Ну, кого? Не тяни. Я встретила Наталью Георгиевну. Ты серьезно? Да, она походу здесь работает. Но надеюсь, мы с ней будем редко видеться. Потому что у меня здесь не очень теплый прием. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Наталья Георгиевна. И я буду вашим классным руководителем. Что ты там говорила? Редко видится? Ага. Не вижу радости на ваших лицах. Вы что, крыш поймали? Не знаю, как вам, но она мне уже нравится. Это пока что... Вы, наверное, забыли, как надо встречать учителя. Давайте я вам сейчас напомню. Здравствуйте, дорогая и любимая Наталья Георгиевна. Запомнили? Ну, теперь вы повторите. Здравствуйте, дорогая и любимая Наталья Георгиевна. Вы что, рофлите надо мной? Кто в лес, кто по дрова? Учителя надо встречать весело, дружно, все вместе. Вот давайте повторим еще раз. Здравствуйте, дорогая и любимая Наталья Георгиевна. Ну вот, уже гораздо лучше. Давайте еще раз закрепим. Здравствуйте, дорогая и любимая Наталья Георгиевна. Ой, ну все, ребята, ну все, засмущали меня. Так, со многими я из вас знакома уже, но давайте все-таки пройдемся по списку. Никита. Есть. Саша. А кто у нас Саша? Это я. Будем знакомы. Так, дальше. Маша. Есть. Аня. Есть. Илюша. Илюша не будет целую неделю. Он с родителями отдыхает. Ой, Саша, как я рада это слышать. Эту неделю без него я буду на челе и на расслабоне. Он отдохнет, и я отдохну. Она как-то странно себя ведет. Да нет, обычно, как типичная училка. Да нет, что-то точно не так. А, вот, смотри, у нее на шее шарф. Ну да, шарф. И что? Мне кажется, он там неспроста. В смысле, Никита, у тебя паранойя или что? Ты что, не понимаешь? У нее за этим шарфом сто процентов чип. Она раньше себя так не вела. Ну и как ты собираешься это проверить? Сейчас узнаешь. Нет, стой, куда ты идешь? Я так и знала, что у вас есть чип. А где ваш чип? Никита, да ты что себе позволяешь? Да я, да я просто... Что я, я? Что я, я? Я точно такого отношения к себе не потерплю. Завтра с родителями в школу. Иди на место садись. Этому челюбу точно капец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok